вот папа умка вот это мы с тобой зашли конкретика ну теперь руки-ноги не сломать последний день помпеи ну как то как ты в целом 7 лишь булками ты моя золота так это сейчас сейчас прольется чья-то кровь автора пара весело-весело встретим новый год здрасте здрасьте мордести он колбаса мы мой этот пионер путеводитель чучки надо делать как дела еще не родила еще не родила самый дурацкий вопрос который я это вот у америкосов хаваю блин да или халду и дублин так и здесь как дела еще не родила ладно одевает тучки за тучки чехольчик ты ее не съешь а ум что ли дачу и корейство хотя я собак ел да я правда не знал что это собак честно скажу такая веселая история могу рассказать лет где-то 15 назад до 2000 4 5 примерно плюс-минус я был на хайнане один из первых тогда тогда хайнань это самый южный китайский остров он ближе всего к экватору расположен но по китайским масштабом а чё с березовым соком просверлил буду ждать когда на течет если вообще на течет я честно сказать немножко припозднился потому что еще обычно в конце февраля я делаю дырки а здесь как-то было тепло потом бабах морозы долбанули но он имеет свойство когда сильные морозы ночью он естественно замерзает эти бутылки там разбухают леденеет все ну и он естественно вечером не течет ночь поэтому желательно березовый сок сверлись когда вот морозы только-только прошли тогда дырки эти сверлишь так моя колбаса он сзади вот и все и и он начинает тогда сильно течь но я подожду два-три дня может быть опять начнется но сейчас пока практически не капает чуть-чуть такая влажноватая там древесина технологии поделился кому интересно могут взять на вооружение у меня честно сказать на youtube канале тоже этот ролик был ой он там что-то набрал около 10 тысяч просмотров сумме 8 я уж честно сказать давно статистику не смотрел но тоже попер резко в первый день по он тысяч просмотров как-то так это скакану так что насчет тик тока я был уверен что он тоже будет популярна ладно продолжая к собакам он народ подключился там человек спросил могу ли типа не съешь эту ум куда ну вот и я был короче на хайнане это был 15 лет назад и тогда хайнань это самый южный остров китая это была вотчина мао зе дон а мао зе дон это коммунистический диктатор был свое время ну кто и не знает почитает историю поймет так вот там была его лечебница это был вообще заповедную закрытый остров туда приезжали только вышепартийные работники а лет вот где-то 15-20 назад начались строительство гостиниц там таскать для народа уже я вот был один из первых которые туда приехал отдыхать ну и на русском почти ничего там нигде не было на английском тоже только на китайском и мы с друзьями зашли в один из китайских ресторанов и не по-английски не по-русски вообще никто не бомбу на китайский естественно мы не знали там там два-три слова так ну я чё взял официантку и иду с ней по столам и смотрю чё китайцы жрут и я показываю пальцем там и только там 12 там блюда но и смотрю двое китайцев сидят ничего там уплетает вкусно не показываю вот одно такое а эти китайцы типа не 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 гады блин думаю что за фигня игр не давай сюда все принесли и короче блин мы едим вкусно только как хрящей много так ну мясо вкусно и нормально ты можно практически все съели там нас четверо было и значит не смотрю приходит новая девчонка официантка ну я и там дустики лишь она там есть там я сойду и все я горю а чё это такое блин мы жрали она горит это собачьи хвосты говорит это наш деликатес спрашивает антив собак ел ел собаки очень вкусно как это любите кошек там не вы не умеете готовить так вот из этой песни так в лес какой демонстрирую ну снег еще лежит хотя ночью и дождь был и довольно таки такой сильный и вчера дождик лил ой ну конечно после этой зимы тут вот на дорогах я чуть ближе покажу чтобы народ представлял вообще куча веток лежит всяких шишек конечно с этими снегопадами тут завалило конкретно так что половина дорожек засыпано поперек там деревья валяется и вообще вот здесь вот обломлены деревья не знаю через каждые 10-15 метров или верхушки обломлены или вообще целое дерево сломлено лежат ну вот сейчас я чуть-чуть поближе подойду покажу народу сколько там два человека осталось ничего самый упорный ничего страшно посмотрите и такая песня сплошь и рядом так моя колбаса там не отстала он он там далеко малыша 7 брать не стал задолбал мне честно сказать он рвется везде все нюхать и мы ему интересно оставила за воротами он там конечно страдает но ничего перебьется так ладно там ручки и вопросы были сейчас я прочитаю ребят отвечу хотя может быть за уже спрашивали те которые слились такой тоже бывает типа не дождались и даст windows так чё не видишь что ли что что не видишь я не понял ты ее не снеж ну так я ответил на вопрос я думаю нормально это вот как раз чувак спрашивал ему походу уже слился так ну и все вопросов не было вроде так а снега много выпало до снега бы выполнение недавно это снег выпал еще каких недель две назад здоров гарик ударов обычно через запишут здоровье они дара дара слова дара слова здоровья так привет тот привет это но моя вон колбаска бегает честно сказать вот она гуляет одна и сто раз больше нравится чем с этим малышом алкашом он как русская гончая реально вот гонят постоянно причем по бестолковым может туда-обратно ему главное побегать она естественно за ним не успевает она боится потеряться ну чё она старенькая уже 10 лет и соответственно ей гуляние не в удовольствие сейчас вам что-то там унюхала